Доброго времени суток! Панове! Сегодня я хочу взять вас и показать, что такое Малатан. Вот этот магазин. Маа, это приправка такая. Ла острый, там это суп. Ну что, поехали! Будет интересно! Слабонервным прошу не смотреть, потому что он островат. Одно наслаждение. Ну что, заходим. Сейчас пусто, потому что еще не вечер. То есть, что это? Вы берете тазичек, вы берете щипчик и наслаждаетесь красками этого заведения. Зелень. Пинат. Салат. Сельдерей. Непонятно что. Непонятно что еще. Но это полезно для пищеварения, насколько я знаю. Брокколи, грибочки, пекинская капуста. Инстант нудлс, лапша, лапша, лапша. Следующий ряд. Это, я так понимаю, какая-то большая макаронина. Видите, макароны абсолютно в разном виде. Толщины, но одинаковой длины. Вот это я очень люблю. Это тофу. Это бамбуковые ростки свежие. Грибочки. Тофу. Зато очень горькая тема. Картошечка. Корень лотоса. Зимняя дыня. Неао. В машанде. Угрипомьёк. Морепродукты. Грибочки. Могу. Очень полезные. В России тоже популярные. Это у меня одна из любимых вещей. Также тофу. Креветки. Различные сосиски. В различном соусе. Мясо курицы. Кишки. Сердца. Яйца. Кровяные изделия. Это я люблю. Это такая, так сказать, губка. Сделанная из рисовой муки, насколько я помню. Сосиски. Крабовые палочки. Это рыбные изделия, чтобы вы знали. Шарики. Ну что, поехали. Сяо ду. Обеззараживание. Сейчас не горит, значит, уже обеззаразили. Взяли одно. Я обожаю шпинат. Сельдерей. Можно дать картошечки. Дыньку. Ростки Маша. Рядочки. Мы идем к весам. Вот такие весы. По ним определяют. 700 грамм. Чи байкэма? С весы. С весы. Высыпают в кастрюльку. Здесь есть номера. У меня 234 номер. Но я здесь один. Здесь рядом стоит обеззараживатель для маленькой посуды. Эти тарелочки идут для соусов. Например, мы возьмем вот эту. И, может быть, возьмем вот эту. В основном они используются, чтобы макать туда мясо. Давайте посмотрим. Это лучок. Это сидеречек. Сидеречек. Чили-чили-чи-ли. Это лошуё. Острое масло. Мало-йо. Это масло мало. Вот это чесночок. Давайте немножко положим чесночка. Арахиса немножко. И это будет обалденно. Также можно это класть в суп. Вот побольше бы вот этого масла кунжутного. Кунжутного зелия побольше бы. Это самое любимое для меня. Да что же я тут так. Так берете вот так вот и выливаете. Да, но это будет сейчас немножко очень масляным. Поэтому мы должны разбавить чем? Правильно. Уксус. Сойовый соус. И еще другой уксус. Уксус в ходу в Китае. Поэтому его больше, чем соевого соуса. Смотрите. Это вот мне приготовили остренькое. И бульончик. Заливают. Все вместе было сварено. Чеснок, осталось корица. Немножко супчика попросил. О, здесь. Здесь. Вот эта бадья будет съедена вот этим мужчиной. Красивым, красавцем. Который держит камеру. Здесь мы что сделаем? Мы добавим уксуса. Это необходимо. Уксусом. Давайте чесночка немножко снова бабахнем. Чесночок полезен для здоровья. Все-таки арахиса немножечко тоже надо. Надо. Наваристый бульончик будет. И зелень, конечно, зелень. Лучку, лучку. Давайте лучку. Почему бы нет? Так. Палочки. 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 И ложечка. Ну что ж, друзья. Палочки. Паскучали. Взяли. И принимаемся за трапезу. Наш соус. Что мы делаем? Правильно. Мы берем курочку. И макаем этот соус. Пускай полежит. Потому что на самом деле еще очень горячо. Видите, какой сильный пар. Губочка наша. Корни лотоса. Дрюсные грибочки. Тофу. Картошечка. Картошечка, кстати, хрустящая. Недоваренная. Я ее обожаю. Наше яйцо. А самое главное бульон. Он не является полезным, но я его обожаю. Это утиное мясо. Жирок. Видите, какой большой. Подождем. Видите, почти уже в 6 вечера лично начинают подходить. А было пусто. Это прекраснейший аромат такого количества пряностей в одном наборе. В данном случае сильный аромат не арахисовой пасты, но арахисового масла. Кунжутного масла. Немного бальзамического уксуса. Запах, я бы сказал, может быть, для кого-то едкий, но слюнки текут. Попробуем с... Попробуем с бульончика. Я думаю, нужно добавить уксуса. Не кисленько совсем. Пахнет манецом. Ну, очень вкусно. Вроде бы не продам. После такого буйства вкусных ощущений, ты пропортибаешь, как будто бы ты вышел из русской бани. Я не шучу. Я уже вспотел. В Китае не принято доваривать картошку или переваривать. Поэтому, если я ее сейчас съем, она хрустит. Знаете, первый год пребывания в Китае, я не мог к этому привыкнуть. Не понимал. А сейчас я понимаю, что это круто. Смотрите, дело почти сделано. А нет, кое-что осталось. Если вы видите, насколько я вспотел, значит, жизнь удалась. Поехали дальше. Редактор субтитров А.Семкин